Очень много новых людей, оказывается. Мне приходится снова представиться, даже как-то неловко. Я доктор медицинских наук, профессор, академик район, заслуженный врач Российской Федерации, прошлым депутат Государственной Думы Второго Созыва, возглавляла делегацию штаб-квартира НАТО, делегацию парламентскую России. На выступлении с трибун парламентов целого ряда стран. Все это за плечами осталось. Сейчас я вернулась в свою профессию. Ну, попутно член Союза журналистов России, художественную литературу тоже пишу. И, как это не печально звучит, за плечами тоже пять институтов. Просто одно образование дополняло другое. Жизнь заставляла... Вот в итоге институт психологии закончила, я стала ректором института психологии. Частного скромного института, но по 300 человек выпуска ежегодно было. Этот вот опыт работы накопленный, уже там 40 лет в системе последипломного образования, а поначалу это в медицинском институте и со студентами работала, а теперь в системе последипломного образования. У меня сейчас вот конкретные советы для начальных курсов, для старших курсов, для уже работающих врачей. Я вам очень коротко и сжато расскажу, что теперь творится в системе последипломного особенно образования. Оказывается, у китайцев есть такое проклятие. Да чтоб ты жил в эпоху перемен! Мы с вами хронически живем в эпоху перемен, друзья! Но ничего, стоим на ногах, да? Вот, и так вот в системе образования сейчас такие перемены происходят. Я вам кратенько суть их скажу. Сейчас идет переход на НМО, так называемое, непрерывное медицинское образование. Вы можете уже встретить аббревиатуру непрерывное профессиональное развитие, НПР, НПР, непрерывное профессиональное развитие, даже так это будет называться. Я понимаю, это более широкое понятие. В моем понимании врач это должен быть эрудированный человек. Не только непрерывное медицинское образование, вообще работа над собой, да? Вот, в этом плане я всегда вот привожу пример, что мне всегда отрадно слышать от своих коллег, преподавателей, профессоров, других институтов, как только узнают, что я татарка. Позвольте, тематика вечера татарская. Поэтому я об этом говорю, да? Ой, вы знаете, татарские ребята, ну то есть студенты, врачи, очень старательные, обязательные, добропорядочные. Я, например, ощущаю комплекс полноценности, наоборот. Потому что помимо русской литературы, русской культуры, так, я еще владею тюркской культурой, тюркскую литературу. Я владею литературным татарским языком, который мне очень помогал взаимоотношения тут же выстраивать с людьми многих других национальностей, понимаете? Поэтому вот такой вот должен быть у нас наоборот, как говорю, комплекс полноценности. Меня зовут Камила, я врач-физиотерапевт. Меня интересует реабилитация. Сегодня я на мероприятии штаба татар. Это клуб «Гиппократ». Здесь мы собираемся с врачами, со студентами-медиками, обсуждаем с коллегами насущные вопросы медицинского сообщества, делимся полезными контактами, знаниями. У нас много старших коллег, которые помогают нам своим наставничеством. В том числе сегодня такой у нас замечательный вечер, где мы тоже познакомились со многими интересными людьми и узнали много полезной информации. Всем добрый вечер. Да, лучше я встану. Хотя я вроде не низкий. Меня зовут Ильшат. Со всеми очень приятно познакомиться. Я в Москве недавно, ну как бы сравнительно месяц 5-6, полгода, можно сказать. Вот, по специальности стоматолог, хирург. Вот, приехал сюда в Москву за развитием. А здесь хочу познакомиться со своими коллегами, завести знакомство. Вот, так что буду приятно со всеми познакомиться. Спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Емиля. Я врач-бигиенист. Если нужно чистка, обращайтесь. Спасибо. Сразу прям. Спасибо. Мой номер красный, желтый, зеленый. Всем здравствуйте. Я Лисян. И я только учусь на первом курсе. Врачи на факультет, то я вернем ее и не прыгну. Всем добрый вечер. Меня зовут Рузеля. Я специалист по движению. Не медик, но более такое спортивное направление. То есть вы прыгаете. Я не прыгаю, я работаю с движением людей. Меня зовут Лейла. Я вообще родом из Казахстана. Сюда меня пригласили из диаспоры с казахстанской друзья. Я очень рада быть в штабе татар. Татары родственны нам народ. Язык у нас практически один. И традиции схожи. И вообще симпатизирую. Очень рада быть в этой общине. Получаю, во-первых, такое душевное общение, так скажем. Во-вторых, профессиональное. Вот сегодня вечер, посвященный медикам. А я занимаюсь санаторно-курортным лечением организации, созданием спа-медотелей, медицинских центров, созданием продвижения. И общаться здесь с медиками, обмениваться идеями, знакомствами. Это ценно. Так что очень здорово, что вообще существует эта организация. Вы молодцы большие. Мой коллега создал проект ЕНС. Можно крутить дальше? Просто оно пусть крутится фоном. Значит, мы хотим создать вообще такую экосистему. То есть сайт, на котором мы будем собирать информацию про то, как сохранять ментальное и физическое здоровье. Да, вообще держать себя в нормальном уровне. У нас сейчас очень высокий спрос на постковидное восстановление. Реально людей просто крышу рвет после всей этой ситуации. Людям нужно восстанавливаться. А моя мечта создать проект, в котором мы будем помогать и рассказывать людям, как себя держать в балансе. В физическом, в ментальном. Далее там будут программы, которые мы же разрабатываем. И далее будет мобильное приложение, где люди будут подгружать там свои анализы и будет отслеживаться их состояние. После лечения они между заездами могут получать обратную связь, консультации докторов, которые тебе идут. Это вот то, к чему, к примеру, я хочу прийти со своим проектом.